Добрый день, коллеги! Как всегда, первым вопросом я спрашиваю, хорошо ли меня слышно. Поставьте плюсик, пожалуйста. Прекрасно. Технически, значит, у нас все нормально. И мы начинаем наш третий вебинар в весеннем цикле. Сегодняшний вебинар посвящен электронному обучению на базе университетской библиотеки онлайн. Для тех, кто впервые присутствует на нашем вебинаре сегодня, я сделаю несколько вводных слов. Во-первых, представлюсь. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич. Я представляю компанию Директ Медиа. И сегодня мы поговорим об ЛМС университетской библиотеки онлайн. Во-вторых, я хочу сказать, что, как всегда, в общедоступных ресурсах хранится моя сегодняшняя презентация, и вы имеете возможность ее скачать. А те, кто не видит окошечко общедоступные ресурсы, я вам сейчас покажу, как его включить. И наверху, в вашей вебинарной комнате, справа, есть кнопочка с изображением желтой папочки. Вот если вы на нее нажмете, то у вас будет то появляться, то исчезать вот эта вот вкладочка «Общедоступные ресурсы». Или, возможно, она у вас просто называется «Ресурсы». Вот, и там вы увидите файлы для скачивания, а также ссылки, которые будут сегодня полезны при рассмотрении. Итак, коллеги, ну что ж, давайте начнем, хоть у нас пока прибывает народ. Я рад, что сегодня собралось народа почти столько же, сколько на предыдущем вебинаре профильном, на который я тоже звал преподавателей. Сегодня, я так понимаю, тоже в основном здесь собрались преподаватели, но, надеюсь, что не только они. И сегодня будет для них достаточно много интересного. Я просто напоминаю, что мы представляем здесь университетскую библиотеку онлайн. Вот скриншот ее основного сайта, но сегодня день речь пойдет не об этом. И на фоне этого скриншота я просто хотел бы сказать еще раз о нашей концепции. Наша концепция – это не только книжки. Мы понимаем, мы являемся агрегаторами контента, прежде всего, да, и мы понимаем, что контент в современном мире – это не только книги. И более того, с электронным контентом и особенно с электронным учебным контентом происходит в последнее время такие метаморфозы, что не замечать их невозможно. А метаморфозы связаны с тем, что люди хотят потреблять контент в очень разных формах. И в том числе то, что мы раньше называли дистанционным обучением, ну и сейчас называем, или то, что мы называем электронным обучением, в плоскости контента призвано восполнить вот эту вот тягу к разным формам учебного контента, к разным формам взаимодействия преподавателя со студентом. И, ну, попутно еще и решает задачу управления обучением, да. Вот поэтому даже внутри нашей университетской библиотеки онлайн в самом проекте у нас существуют разные виды контента. Существуют не только книжки, но и мультимедиа различные, тренажеры и так далее. Но для того, чтобы последовательно развить эту точку зрения, мы развиваем также проект нашего электронного обучения. Что он из себя представляет? Ну, очень вкратце, да. В качестве среды для электронного обучения мы выбрали Moodle 2.8. Ну, вот эта вот 2.8, она постоянно меняется. Мы стараемся использовать самые новые наработки, да. Поэтому постоянно версии повышаем. Moodle это наиболее популярное в вузовской среде. Почему Moodle, да? Наиболее популярное в вузовской среде СДО, система дистанционного обучения. Или как ее еще другая аббревиатура, это LMS, Learning Management System. Наиболее популярное. Почему наиболее популярное? Потому что это, во-первых, бесплатная система. Ну, бесплатная, разумеется, бесплатная при установке. Это не значит, что бесплатная в эксплуатации. Да? Вот некоторые платные LMS даже проводят сравнение и говорят, что стоимость владения бесплатных систем и платных, она примерно одинакова. Ну, не суть как важно. Важно то, что при установке она бесплатна. И второй замечательный плюс этой системы, она очень популярна в мире. Существует огромное сообщество, которое поддерживает эту систему своими дополнительными решениями, своими наработками, советами. И третий пункт, она, эта система создана на основе open-source, то есть свободно, ее коды доступны всем. Она постоянно развивается и поддерживается вот этим огромным сообществом, в котором, кстати, не только сообщество потребителей, но и сообщество разработчиков. Вот, ну, это так вкратце, почему мы выбрали именно эту систему. А вот в целом про, в целом про нашу, про нашу систему, что она из себя представляет. Мы установили у себя эту систему и приглашаем туда как вузы, так и отдельных преподавателей. Что же из себя представляет эта система? Наша система, вот, вы знаете, я хотел бы похвастаться, что наша система, она, несмотря на то, что она Moodle, а Moodle в своей основе является консервативной системой информационной, в том смысле, что его интерфейс и функционал, они таковы, что требуют, но вот немножко не соответствует сегодняшней парадигме интерфейса, когда все делается в один клик, все интуитивно понятно, там немножко надо разбираться. Так вот, мы не просто установили у себя систему Moodle, но и доточили ее до такой степени при помощи дополнительных плагинов, дополнительной работы с этой системой, что она, ну, просто напоминает современный сайт. То есть, по своему интерфейсу, по своему, ну, функционалу она полностью повторяет то, что может Moodle, плюс еще много дополнительных возможностей за счет бесплатных дополнений, и плюс ее интерфейс современный и соответствует современному представлению о сайте, поэтому в этой системе вы, ну, по крайней мере, на входе в нее не запутаетесь, там все сделано прозрачно и очень удобно. Ну, и для начала я хочу показать вам наш ролик, сейчас посмотрю, где он, который представляет нашу систему. Электронные курсы ЭБС Университетская библиотека онлайн – это образовательное пространство для создания и проведения онлайн-курсов и повышения квалификации в сфере дистанционных образовательных технологий. Впервые в России мы интегрировали ЭБС и систему дистанционного обучения Moodle. Учебные курсы, база аттестационных тестов, мультимедиа-ресурсы, учебники и учебные пособия представлены в единой электронной информационно-образовательной среде. Мы сделали все, чтобы СДО было удобно для преподавателей и студентов и выглядело как стильный современный сайт. Мы приглашаем ВУЗы к сотрудничеству и готовы предложить комплексное решение по формированию внутривузовской информационно-образовательной среды. Всем подписчикам ЭБС предоставляется бесплатный доступ к систему дистанционного обучения Moodle версии 2.8.1 и техническое и методическое сопровождение образовательного процесса. Преподаватели-разработчики электронного контента получают инструментарий для создания собственных электронных курсов и возможность работы с базой аттестационных тестов. Все пользователи могут формировать собственное электронное портфолио. Сейчас на сайте идет обучение на нескольких курсах повышения квалификации для руководителей и специалистов образовательных учреждений, применяющих или планирующих применять дистанционные образовательные технологии. Совместно с ВУЗами-партнерами мы создаем и проводим онлайн-курсы для самого широкого круга слушателей. Возможности системы позволяют применять самые современные технологии обучения, организовывать эффективное взаимодействие преподавателей и студентов. Администраторы ВУЗов могут осуществлять мониторинг образовательного процесса. Мы готовы поделиться нашим опытом и установить SDO Moodle на ваших серверах, а также осуществить полное техническое и административное сопровождение электронного обучения. Приглашаем всех присоединиться к профессиональному сообществу, в котором сейчас уже свыше 11 тысяч специалистов дистанционного образования. Продолжение следует... Мы не просто являемся обособленной системой дистанционного обучения, мы являемся генеральным партнером общественной организации профессионала дистанционного обучения. Мы с этой организацией сотрудничаем буквально с начала ее создания два года назад. Я хотел бы всех вас пригласить в группу нашей организации, всех тех, кто использует или хочет использовать дистанционное электронное обучение, пригласить в нашу группу. Сейчас я эту ссылочку продублирую в наш чат. Она есть также в общедоступных ресурсах. Вот ссылка на нашу группу в Фейсбуке. В группе более 5000 профессионалов дистанционного обучения. И я вас уверяю, что в ней вы получите очень много информации, нужной вам, и сможете продвигать свои услуги или общаться, задавать свои вопросы. Это очень полезная группа. По своим ощущениям, а я занимаюсь сам дистанционным обучением почти уже 20 лет, это наиболее представительная группа профессионалов в этой отрасли. Кроме того, я хочу сказать, что эта группа, по своей сути, она как раз именно больше тяготеет к вузовскому дистанционному обучению. То есть, там больше вопросов обсуждается именно в вузовском ВДО, потому что еще, разумеется, большая часть профессионалов электронного обучения, она сосредоточена еще в области корпоративного дистанционного обучения. Так вот, наша группа, она больше сосредоточена на вузовском обучении, поэтому вот всех приглашаю к ней. Ну, кроме того, хочу сказать, что первый вице-президент профессионалов дистанционного обучения этой общественной организации Юрий Николаевич Белоножкин, он является как раз руководителем нашего проекта, связанного с электронным обучением. И, кстати, если вы начнете общаться с нами, если вы придете на наш канал, вы сразу встретитесь с ним, он является нашим консультантом, который поможет вам, в частности, создавать электронные учебные курсы или как-то иным способом использовать нашу систему. Ну, а теперь пару слов о... Так, а где же у нас... Да, вот этот вот лучше покажем сначала слайд. Габаритные параметры нашей системы. У нас около 13 тысяч пользователей уже на нашем сайте. Сайте СДО присутствует 760 вузов, причем не только подписчики нашей ЭБС и другие вузы. У нас 650 курсов от различных наших вузов, которые в том числе можно... Вуз может приобрести и в аренду. Отдельно, если говорить о контенте, у нас около более 100 тестов с вопросной базой. Более 40 тысяч вопросов. Ну и многие еще возможности, о которых мы чуть попозже поговорим. К характеристике нашей системы надо добавить то, что это единственный пример в России интеграции ЭБС и образовательного портала. Ну, интегрированы мы через разные процедуры. Первое, это то, что если в вашем личном кабинете вы нажмете на кнопочку «Мои курсы», то перейдете в нашу ЛМС, вас автоматически перекинутся туда. Более того, вам не надо автоматически... Вам не надо вручную регистрироваться. Ваши регистрационные данные, они автоматически перекинутся и в ЛМС. Ну и второй способ интеграции, это то, что об этом мы поговорим подробнее. Это вот как можно делать производные произведения при помощи книжек в электронной библиотечной системе. Как при помощи этих книжек делать курсы. Об этом я расскажу, когда придет соответствующее время. Для кого предназначен наш проект? Для вузов-подписчиков, как и для организаций. Для студентов, которые могут там учиться. Ну, разумеется, хочу сделать ремарку. Они обучаются не у нас. Университетская библиотека онлайн не имеет образовательной лицензии и не стремится обучать самостоятельно студентов. Мы просто предлагаем, чтобы ваши студенты учились на ваших курсах или на арендованных вами курсах в нашей системе. Это, собственно, вузы-подписчики, как юридические лица. И это то, на чем я вот сегодня хотел бы заострить внимание. Это преподаватели, как представители вузов и как самостоятельно действующие акторы, как самостоятельные будущие авторы электронного учебного контента в виде электронных учебных курсов. Цель нашего проекта электронного обучения – это помочь в создании и продвижении онлайн-курсов преподавателей, в создании межвузовской площадки дистанционного обучения, в том, чтобы организовать для вузов консалтинговые услуги, ну и в том, чтобы организовать для вузов обучение по современным технологиям дистанционного обучения. Ну а главная наша цель – это контентное расширение от учебников к электронным курсам, как к магистральному пути развития форм учебного контента. Хочу пояснить немножко еще раз вот этот вот момент. Учебники и электронные курсы – это не те формы контента, которые убивают друг друга, а это очень хорошо дополняющие друг друга формы контента. Более того, электронные курсы – это, конечно, уже не только формы контента, но и формы взаимодействия студента с преподавателем. Вот. И учебники, собственно, могут являться составными частями электронных курсов, могут являться их исходным материалом, но электронные курсы идут гораздо дальше. Они позволяют использовать в своем составе интерактив, мультимедиа, тестовые измерительные материалы, да, то есть все то, что может сделать бизнес-процессы удаленного обучения эффективными и позволит вам обучать студентов удаленно. Ну, вот, если в виде такого облака тегов – это вот наше предложение. Интеграция СБС, консалтинг, техподдержка, обучение технологии МДО, курсы в аренду или на продажу, установка мудла на вашем собственном сервисе, совместное проведение курсов, участие в профсообществе. Для всех подписчиков ЭБС участие в наше СДО бесплатное. То есть все подписчики СДО имеют возможности полной интеграции, в частности, вот то, о чем я говорил, использование СДО со свободно включенным фрагментом электронных книг и тестов курсов, разрабатываемым преподавателями ВУЗа. Какие наши могут быть формы взаимодействия с ВУЗом или с преподавателем? Ну, первое – это СДО Мудл в аренду. Если вы не хотите ставить у себя собственную систему дистанционного обучения, вы можете организовать работу со своими удаленными студентами через нашу систему дистанционного обучения, арендовав ее часть, которая будет служить вашим собственным функциям. То есть это как бы представительство вашего ВУЗа на нашей системе, через которое будет осуществляться обучение. Ну, второе – интеграция СДО Мудл, об этом я уже сказал и буду еще говорить. Третья возможность – это установка СДО Мудл на ваших серверах. То есть мы готовы, если вы хотите установить у себя систему дистанционного обучения, но пока не имеете у себя персонала, который сможет нормально установить и, главное, не то чтобы установить, а доработать систему до того уровня, который вам необходим в вашем ВУЗе, то мы готовы это за вас сделать. Следующий момент – это разработка и проведение онлайн-курсов вашими преподавателями. Следующий пункт, об этом мы поговорим в конце вебинара – повышение квалификации. Это наши курсы для вас. Курсы, которые изготовлены нашими сотрудниками, либо лучшими представителями отрасли, а также теми преподавателями, которые уже прошли путь от создания собственного курса до его монетизации, и мы их курсы запустили в продажу, это повышение квалификации преподавателей с точки зрения дистанционного обучения, а также разработки электронного учебного контента. И сейчас уже начинают появляться у нас курсы, напрямую не связанные с электронным обучением, но связанные с повышением квалификации. Ну и продвижение дистанционных курсов. Если вы делаете дистанционный курс, и он хороший, мы готовы вместе с вами этот курс продвигать, и вы этот курс можете на нашей платформе монетизировать. Когда мы можем быть вами полезны? Вот если вы в ВУЗ, если вы думаете, выбираете систему дистанционного обучения, сервер для хранения учебного контента, пытаетесь рассчитать ваши эксплуатационные расходы на ДО, организуете обучение сотрудников в системе ДО, хотите приступить к разработке электронных учебных курсов, а делюсь вашим опытом, вот этот вот путь к разработке электронных курсов, он ох какой сложный для ВУЗов, которые раньше не занимались электронным обучением. Задумываетесь о размещении курсов на открытых площадках для всеобщего доступа, то вот это значит, что это те признаки, которые говорят о том, что нам с вами есть о чем поговорить, и возможно наши услуги для вас будут интересны. Наше решение для ВУЗов в таком случае, это первое, система дистанционного обучения на аутсорсинге, либо в аренде, на аутсорсинге это значит у вас, в аренде это значит на наших серверах, плюс курсы в аренду. В нашей СДО в настоящий момент более 600 курсов различных компаний и ВУЗов, которые можно арендовать на нашей территории, либо купить и использовать на собственных серверах. Причем аренда, она обходится гораздо дешевле, чем покупка. Если купить аналогичные курсы, вы можете много где в интернете есть предложения такие, то предложения по аренде, они у нас достаточно уникальны. Чуть-чуть подробнее об услуге аренды нашей ЛМС, то есть когда все осуществляется на наших серверах, она включает в себя аренду электронных курсов ведущих российских разработчиков, возможность создать электронные курсы и использовать их на нашей площадке. Снова возвращаемся к вопросу интеграции СЭБС, которые реализованы только у нас. Ну, также электронно-методическое сопровождение и помощь преподавателям в разработке курсов. Ну и, конечно, техническая поддержка с нашей стороны всех этих решений. Ну, а если вы преподаватель, у вас есть еще большая вероятность того, что мы будем для вас полезны. Ну, это я, наверное, говорю свое личное уже мнение. Конечно, вузам тоже с нами интересно сотрудничать, но сейчас мы говорим с вами как с преподавателями, и нам интересно ваше личное участие. Вот если вы хотите обучать студентов онлайн, но не знаете, как к этому подступиться, либо по какой-то причине те средства, которыми вы обладаете, вас не устраивают, если вы разрабатываете курсы или хотите разрабатывать курсы для дистанционного обучения, если вы держите уме, что вы хотите монетизировать свой образовательный контент, причем не только через вузовские программы, но и через программы дополнительного образования. Ну и, в конце концов, если вы просто хотите освоить современные учебные технологии электронного обучения, то вам прямой путь к нам, потому что все эти пункты нами поддерживаются. С чего же, да, приходите, если вы преподаватель, приходите и пытайтесь работать на нашей платформе, ну, в смысле, работайте, да, пытайтесь, я имею в виду, пытайтесь что-то уже сделать. Начинайте работать с нами бесплатно. С чего начать работу? Ну, вот кусочек нашего интерфейса, нашего учебного портала. В нем есть простой пункт преподавателям, пункт меню. В этом преподавателе есть подпункт «Запрос на создание курса». Просто нажмите на этот пункт меню, заполните форму, и через некоторое время вам придет ответ, вы получите доступ в нашу так называемую песочницу. Что такое песочница? Песочница – это место, где вы создаете свой курс, но он пока никому не виден. Это ваш курс, в котором вы можете пробовать, что-то создавать, переиначивать, ну, в общем, делать какую-то для начала, может быть, непотребную для образования вещь, для обучения вещь, но то, на чем вы будете практиковаться в создании электронного учебного контента. А после того, как в этой песочнице уже возникнет некая структура электронного контента, которую можно назвать законченным курсом, этот курс может быть переведен уже в состав штатных курсов, и этот курс можно уже, во-первых, применять в обучении, а во-вторых, есть возможность для его монетизации. Итак, этапы работы над вашим курсом в нашей системе. Это первое – запрос на создание курса, разработка и наполнение контентом вашего курса. Если курс получился, и вам и нам он нравится, мы с вами заключаем договор на проведение этого курса, согласуем сроки расписания, начинаем продвижение этого курса. Дальше производится набор слушателей, и, собственно, вы этот курс проводите. Курс можно проводить в разных конфигурациях. Возможно, проведение синхронное, когда, допустим, раз в полгода, или в три месяца, или в месяц, в зависимости от потребности, этот курс перезапускается. И, возможно, также проведение в асинхронном режиме, когда курс постоянно висит, и набор производится постоянно. Это значит, что в курсе нет синхронных мероприятий, таких как вебинары, например, а есть только контент и ваши консультационные услуги. Такой вариант тоже возможен. То есть, повторюсь, две формы. Есть проведение курсов – синхронное и асинхронное. Для того, чтобы работать в нашей песочнице, вы можете использовать как свои материалы, так и материалы из ЭБС. Ну и вот тут пришло время для того, чтобы рассказать, как же, собственно, использовать материалы из ЭБС. На прошлом вебинаре я сознательно опустил этот момент с тем, чтобы рассказать сегодня. Вот у нас вот этот вот скриншотик, он сделан в нашей ЭБС, в университетской библиотеке онлайн. А точнее, он сделан с нашей читалки, где вы, собственно, читаете книжки. Вот есть такая кнопочка на нашей читалке «Получить код вставки». Получая этот код вставки, вы его потом можете вставить в свой электронный учебный курс, в наше ЭЛМС, и использовать этот кусочек как составной контент. Таким образом для вас выглядит это вот так после вставки. Вот, обращаю ваше внимание, что... Ну вот здесь, правда, скриншотик немножко с предыдущей версии нашей ЭЛМС и с предыдущей версии читалки. Ну, обращаю ваше внимание, вот что происходит. Вот все, что находится в области 1, это встроенный в ваш курс читалка из нашей ЭБС с необходимым для вас фрагментом какой-либо книжки. Все, что находится в остальной области, в области 2, это типовой модул, то есть система дистанционного обучения, в которой открыт ваш курс. То есть, другими словами, вот это и есть основной вид нашей интеграции, когда внутри одной информационной системы система получает... возникает часть второй информационной системы, и они друг с другом вот так вот дружно живут. По сути дела, это есть идеология ВЕБ 2.0, когда одна система является облачным сервисом для другой. Поэтому вот такой вот... такой вид интеграции я называю ЭБС как сервис. И чтобы подробнее понять, как работает этот ЭБС как сервис, сейчас мы посмотрим с вами небольшой видеоролик. Видеоролик, правда, посвящен немножко... Вот у нас тут есть... Вы можете посмотреть потом более полный и более длинный видеоролик по ссылке в общедоступных ресурсах. Он называется «Ролик ЭБС плюс Мудл». А сейчас мы посмотрим более короткий ролик. В нем показывается, как вставить фрагмент из ЭБС в любое место. А вот теперь есть некий нюанс. На самом деле вы можете вот этим механизмом... Этот механизм более богатый, чем интеграция с Мудл. Это механизм вставки любого фрагмента книжки, легального, да, самое главное, легального фрагмента книжки. Это легальный механизм. С чем он связан? Вы вставляете не кусок текста книжки, а вы вставляете нашу читалку. А это значит, что автор за каждую прочитанную страничку будет получать свою копеечку. То есть это легальный способ создания производного произведения на основе нашей ЭБС. Так вот, этот легальный способ работает не только в ЛМС, но и для всех вообще ресурсов, даже открытых. Но есть ограничения. Если ресурс открытый, например, ваш блок, то ограничение составляет три странички. То есть, по сути дела, такая большая цитата из книги. Если же речь идет о нашей ЛМС, то любые, в любом, в любых количествах, любые странички могут быть вставлены в ваш электронный учебный курс. А сейчас мы посмотрим электронный ролик, в котором как раз на примере блога показывается, как вставить вот этот вот кусочек. Так. Так. Я прошу прощения. Нам придется чуть-чуть подождать. Я этот файл должен подгрузить. так, ну вот, все, он подгрузился. И мы его... Так, сейчас он обрабатывается. Сейчас, одну минуточку. Да, ну, давайте я пока немножко продолжу этот момент. Значит, смотрите, в чем состоит революционность этого подхода. То, что ЭБС обычно рассматривается как такая мощная система со своими отдельными заморочками, с огромным функционалом, где можно читать. Но до сих пор еще никогда не происходило такого, что ЭБС рассматривается как облачный сервис, который можно использовать для каких-то дополнительных нужд. То есть его можно использовать как облачное хранилище, которое подключается в любом вашем удобном информационном... информационной оболочке в любом контенте, где вам необходимо. Да, ну вот пока идет... Пока система обрабатывается... О, как раз обработался. И давайте мы этот ролик посмотрим сейчас. Добрый день. Меня зовут Павел Калинников, и мы продолжаем серию наших учебных видеороликов, посвященных университетской библиотеке онлайн. Сегодня я вам расскажу про сервис цитирования, который позволит вам воспроизводить на ваших внешних ресурсах, таких как личные сайты, социальные сети, блоги и так далее, куски книг из электронной библиотечной системы. Данный сервис доступен всем видам пользователей, студентам, преподавателям, библиотекарям, ну, собственно, всем, кто хочет сделать цитату из библиотеки на своем ресурсе. Делается это так. Сначала мы находим книжку, которая нам интересна. Ну, давайте поиском поищем ту книжку, которую я выбрал. Ну, вот выберем серию книг, которая выходила более ста лет назад. Мне интересно проиллюстрировать то, о чем мы будем говорить на историческом издании. Вот такая вот книжечка была издана в свое время, в 10-м году, более ста лет назад. Мы, как вы видите, мы попали в стандартный viewer, просмотрщик книг университетской библиотеки онлайн. Мы можем здесь листать книжечки, читать. Об этом вы, наверное, хорошо знаете. Вот. Но есть еще одна возможность. Есть возможность забрать специальный код для вставки в свой собственный ресурс. Делается это так. Сейчас я обозначу эту кнопочку. Вот эта кнопочка. Она невзрачная на вид, но с богатым содержанием. Вызывая эту кнопочку, появляется вот такое вот окошко. Тут есть один существенный нюанс. Есть два вида вставки. Один вид вставки без ограничений на количество страниц служит для того, чтобы преподаватели создавали электронные учебные курсы из кусочков книжек. Причем создавали бы не в любом месте, а только в наше ЛМС, которое интегрировано с университетской библиотекой онлайн. Вот в этом случае мы не делаем ограничения на количество страниц и позволяем какие угодно куски книг, хоть целиком, хотя, может быть, это не совсем оправданно, вытаскивать в виде кода и вставлять в электронный учебный курс. Ну и более интересная возможность это вставка в любое место. Она ограничена тремя страницами. Будем считать, что это такая удлиненная цитата. Ну, такая цитата позволяет выполнить множество всяких интересных вещей, например, показать красивые картиночки из книжки или процитировать абзац или главу из этой книжки. Так что это ограничение не является очень уж серьезным. Таким образом, даже если мы здесь не указали диапазон, равный трем страницам, все равно, если мы этот код будем вставлять в внешний ресурс, то прочитается только первые три страницы из этого диапазона. Ну вот я, допустим, подтверждаю вот это вот и получаю вот такой вот код, который могу теперь вставить всюду, куда мне заблагорассудится. Посмотрим результат вставки этого кода на мой блок в тумблере. Вот такую вот запись в своем блоге я сделал несколько дней назад. Вот она. Ну, сейчас мы посмотрим, что получается. Откроем эту запись. Некоторое время грузится она. Ну и вот мы видим, что просмотрщик вьювер электронной библиотечной системы появился внутри моего блога. И, по сути дела, кусочек университетской библиотеки онлайн я наблюдаю прямо внутри моего блога вместе с вот этой вот книжкой. Вместе с книжкой код копирует в мой блог две записи. Это ссылочку на саму нашу университетскую библиотеку онлайн и ссылочку на книгу. Вот она. Это ссылочка. Эта ссылочка ведет к данной книге. Если данная книга есть в нашем интернет-магазине умных книг, то вы сможете приобрести полный текст этой книжки за очень небольшую плату в интернет-магазине. Если в интернет-магазине этого ресурса нет, то значит эта ссылка будет ввести внутрь электронной библиотечной системы. Здесь вы можете листать книжечку. В общем, делать все, что позволяет наш просмотрщик, наш вьювер. В данном случае скачалась страница с первой и по третью и их вы можете просматривать и читать. Вот такой эксперимент я сделал. Он удачный и я предлагаю вам его повторить. Также рассказать вашим студентам и преподавателям, чтобы активно пользовались этим новым свойством нашей электронной библиотечной системы. Обращаю внимание, что все это абсолютно легально и авторы за каждый просмотр страницы их книги будут получать свое вознаграждение. Поэтому этот способ не просто удобный, но и абсолютно легальный способ цитирования и представления в своих ресурсах чужих источников. И это абсолютно легальный способ создания своего собственного контентного наполнения при помощи кусков контента из других источников. Обращаю ваше внимание, это очень важный и развивающийся способ контентного строительства. Пожалуйста, пользуйтесь им. Чем чаще вы будете пользоваться этим сервисом, тем лучше для нашей электронной библиотечной системы, для вас и для авторов. Так что милости просим использовать новый сервис университетской библиотеки онлайн. с этим способом интеграции более-менее все понятно, а мы пойдем дальше. Что у нас еще есть в системе? У нас есть еще такой контент, как тесты, изготовленные по учебникам нашей ЭБС. Это тесты, изготовленные нами, точнее по нашему заказу авторами этих учебников, их более различных, более 100 различных видов этих тестов, с очень богатой вопросной базой, около 40 тысяч вопросов, то есть в среднем по 400 вопросов на тест, это означает, что такие тесты вполне могут выполнять роль аттестационных тестов и использоваться в УЗе для цели аттестации студентов по определенному предмету, если, конечно, этот предмет совпадает с данным учебником. Эти тесты у нас тоже можно арендовать и использовать. Ну, вот, внешний вид этих тестов я показывать вам не буду. В нашей системе дистанционного обучения есть также коллекция обучающего видео. Она находится у нас в разделе нашего СДО, и там можно ознакомиться в частности с учебными роликами по самой системе Moodle. Это достаточно интересные ролики, они в основном разработаны Юрием Николаевичем Белоножкиным, который поддерживает у нас эту систему. ролики хорошие, их можно использовать для того, чтобы становилось бы понятнее, как работать в системе и развивать свою контентную базу в нем. Ну, кроме того, в чем мы еще можем вам помочь? В разработке собственных курсов, как я уже говорил, в проведении обучающих вебинаров и семинаров на нашей основе. Кроме того, мы можем провести аудит и доработку ваших вузовских курсов. И та часть, о которой я еще расскажу, это курсы повышения квалификации, которые мы проводим для наших преподавателей. Кроме тех учебных роликов, которые у нас есть в системе дистанционного обучения, ролики, связанные с работой в нашем Moodle, которые расположены в нашем учебном портале на YouTube. Я напомню ссылочку на наш учебный портал, сейчас продублирую ее в чате. вот наш учебный портал на YouTube, подписывайтесь на него, пожалуйста, и можете там посмотреть вот эти ролики, которые я здесь привел, которые вкратце показывают, как создавать контент в системе дистанционного обучения Moodle, причем не просто контент, а контент интерактивный, то есть с участием элементов контента, созданного в сторонних интернет-сервисах, которые позволяют делать контент более привлекательным и мотивирующим вашего слушателя. Вот три таких ролика общей продолжительности, если не изменяет память, где-то около получаса. Рекомендую вам посмотреть, если вы собираетесь создавать собственный контент. Ну и наконец последнюю часть вебинара я хотел бы посвятить нашим предложениям по курсам для вас, для преподавателей, как для разработчиков. Когда преподаватель решает для себя, что он хочет стать разработчиком электронного учебного контента, на него сразу наваливается масса вопросов и он находится в некотором сомнении. Ну вот смотрите, когда вы являетесь автором учебного пособия, учебника, ну или методички, если проще говорить, то все относительно просто. Вы создаете какой-то текст в Word, слава богу, период, когда у нас авторы не знали, как напечатать текст, он прошел, у нас все могут пользоваться текстовым редактором, отдаете его в вашу редакцию и там они уже верстают ваш текст. С электронным контентом все сложнее. Вообще сама структура электронного учебного контента она гораздо сложнее, чем структура учебника. Ну, почему она сложнее? Во-первых, потому что кроме контента в электронный учебный курс входят и вопросы взаимодействия, то есть как организовать форум в системе дистанционного обучения в вашей теме, как создать тест. Ну, тест условно тоже можно считать системой взаимодействия, хотя это и непрямое взаимодействие, ну, и прочие моменты. Далее, сам контент гораздо богаче по своим формам представления, нежели в учебнике. То есть вам наверняка понадобится использовать какой-то мультимедийный контент. Нет, вы, конечно, можете и не использовать его, но тогда ваш электронный курс будет проигрывать и не будет выполнять той функции, которую вы рассчитываете, потому что электронный учебный курс, он отличается от книжки именно тем, что кроме текстовой информации, он содержит еще много чего в себе. Таким образом, мультимедийный контент, ну, и кроме того, интерактивный контент. То есть, если электронный учебный курс не является интерактивным, то он тоже многое теряет и вряд ли может считаться современным электронным учебным курсом. Для создания всего этого есть масса различного инструментария. Что-то можно сделать в самом Moodle, и это надо знать, как это делается, а что-то можно сделать при помощи сторонних инструментов, таких, как стороннее программное обеспечение, либо интернет-сервисы платные или бесплатные, которые позволят вам это сделать. И вот, когда вы освоите вот этот набор средств, вы сможете самостоятельно создавать курсы. Вот тут главное в слове самостоятельно, потому что есть путь, конечно, и другой, профессиональный, когда вы точно так же все свои материалы отдаете в руки профессионалов, электронных издателей, они делают на этой основе курс. В некоторых вузах идут именно по этому пути, но мало где достигают реальных успехов, потому что создание такого электронного издательства это, во-первых, затратно, во-вторых, там должны работать профессионалы, если там работают недостаточно хорошие профессионалы, то получается ну, в общем, не очень хорошие курсы. И в этих условиях, конечно, автору очень хочется являться полным, ну, то есть полностью владеть всеми способами создания электронного учебного контента. Вот мы, кроме того, что позволяем вам иметь базу, на которой вы можете это организовать, мы организуем для вас обучение, часть из которого бесплатная, часть платная, такие вот курсы повышения квалификации, при помощи которых вы сможете стать продвинутым разработчиком электронного учебного контента. Ну, для начала на входе в наш портал вы получаете возможность прохождения бесплатного курса, который, опять же, ведет Юрий Николаевич Белоножкин «Методы и технологии сотрудничества и взаимодействия в онлайн обучении». Ну, такое вот название может быть немножко длинное, но суть его в том, что вы приобретаете основные навыки работы в Moodle и, самое главное, навыки работы в Moodle как автор, автор электронного контента. Ну, а дальше идут уже разные курсы, о которых я вам расскажу, которые уже продвигают ваш уровень авторский на более высокий, на более высокую ступень. Один из курсов тоже по Moodle вот здесь вот приведен. Сейчас я вам расскажу про другие. Другие курсы наши, их можно посмотреть вот по этой ссылке. Давайте я вам ее сейчас продублирую в чат. По этой ссылке с ними можно познакомиться подробнее. Это наши курсы, которые являются курсами дополнительного обучения. В основном речь идет о дополнительном обучении преподавателей, но есть и отдельные курсы, которые являются курсами более широкого плана. Сейчас мы об этом расскажем. курсы могут при вашем желании рассматриваться как курсы повышения квалификации с выдачей соответствующего удостоверения через наши вузы партнеры. курсы играть для вас роль не только для повышения вашей квалификации непосредственно, но и роль документальная вот такую, чтобы отчитываться перед своим отделом кадров. Ну и вкратце про эти курсы давайте я вам расскажу. курс личной эффективности в обучении это курс, который сделала одна из наших авторов, которая вот так же пришла в нашу систему дистанционного обучения, захотела в ней работать и в результате получился вот такой курс, который теперь мы монетизируем. Несколько курсов по Moodle от разных разработчиков, разной степени углубления в систему. Ну, я вам хочу сказать, что Moodle это такая система, которая может предусматривать уровень погружения от нескольких часов до там нескольких тысяч часов. Я видел даже курс по Moodle на два года. Мы, конечно, так глубоко изучать его не будем. Да, и не нужно преподавателю так глубоко погружаться в эту систему. Но основные вещи здесь, основные знания можно получить. Вот еще два курса по Moodle. вот курсы связаны, первый курс связан уже собственно с контентом, с тем, как сделать мультимедийное учебное пособие. Тоже очень интересный курс. Он уже связан с тем, каким инструментарием пользоваться преподавателю для того, чтобы курс был привлекательным. Сейчас я вам расскажу еще о нескольких таких курсах. И вот единственный пока у нас курс, на настоящий момент, который не является курсом непосредственным для авторов контента и участников дистанционного обучения. Это курс «Школа проектного мышления», курс, который посвящен управлению проектами для более широкого состава участников. Вот такой курс тоже у нас присутствует. Это тоже наш автор, который сделал курс на нашей системе и сейчас его монетизирует. Ну и хотел бы пригласить вас в том числе и на свой курс, который состоится 15 марта. Это курс «Профессиональная разработка электронного учебного контента 2016». Курс с успехом прошел в прошлом году. Первый раз курс был опробован на одном из вузов, получил высокую оценку. После этого мы этот курс начали запускать в режиме дополнительного обучения для физических лиц. И вот он вылился в такой уже курс. С ним можно познакомиться. Я сейчас вам дам ссылочку, где можно с ним познакомиться. Вот такая живописная страница этого курса, где можно посмотреть программу и посмотреть, как и что на этом курсе, включая будущее расписание. Не буду сейчас останавливаться на этом как записаться, когда ближайшая дата. Вы все посмотрите на этой страничке, если вас она интересует. Ну и последний курс, на котором я хотел остановиться. Ну вот он сейчас у нас подошел к концу, но это не значит, что этот курс мы не будем больше запускать. Это курс про учебное видео в электронном обучении. Если первый курс, о котором я говорил, это тоже мой курс. Первый ориентирован на в основном на применение интерактивных средств в электронном контенте, то второй посвящен в основном разработке мультимедийных средств для вашего контента. Тоже замечательный курс. Ну вот я вот так никто не похвалит кроме себя, как называется. Мне он просто самому очень нравится. Идея курса пришла летом, когда мы вдруг поняли, что объем накопленной информации по электронному видео, объем примеров технологии, причем многих технологий таких, которые многие из них открыты, то есть абсолютно свободны в применении, они говорят о том, что преподаватель, средний преподаватель вуза вполне способен освоить изготовление электронного учебного видео собственными силами, без привлечения дополнительных дизайнеров, программистов и так далее. И вот родилась идея такого курса, который вот уже два раза был воплощен в жизнь, наверное, будем запускать его еще как только появятся соответствующие запросы. Ну что ж, коллеги, вот на сегодня все, мы как раз уложились в наш час, который был предназначен для нашего вебинара. Какие у вас есть вопросы? Я надеюсь, что сегодняшний вебинар был для вас полезным. И я надеюсь, что вы много нового узнали, не только про ЭБС и про электронное обучение, но и про многое другое. Еще раз хочу обратить внимание, что мы, наверное, единственная электронная библиотечная система, которая уделяет так много внимания электронному обучению. И если ваши интересы связаны с электронным обучением, а вам, как преподавателям, я очень советую связать ваше будущее с электронным обучением, потому что будущее и вузовского обучения, и вневузовского обучения связано именно с этим. Так вот, добро пожаловать к нам. Вы не пожалеете, на нашем электронном портале учебном вы найдете все то, что вам необходимо. Спасибо за внимание. Я отключаюсь еще в течение пяти минут, останусь на связи и отвечу на ваши вопросы, если они возникли. И последнее, что я хотел бы сделать перед тем, как уйти из эфира, в преддверии праздника я хотел бы поздравить участниц нашего вебинара с предстоящим 8 марта Международным женским днем. И хотел бы пожелать вам всего хорошего, чтобы вы не только на рабочем месте и в семье, но и вообще в мире несли бы нам радость и чтобы у вас все было хорошо.